здравствуйте я больно григорий вячеславович активист профсоюза действия и представитель фонда рабочей академии как вы знаете в санкт-петербурге в курортном районе в городской больнице номер 40 появилась первичная профсоюзная организация нашего межрегионального профсоюза действия и перед собой первичной профсоюзной организации поставила естественно следующий пункт это расширение своего состава а также заключение прогрессивного коллективного договора как вы знаете коллективный договор это то почему должна стремиться любая профсоюзная организация заключать ее на фабриках заводах в учительских коллективах у коллективах медработников но как выясняется медицинские работники вообще никогда не слышали что это такое коллективный договор и главное не знают что в 40 больниц они все уже проголосовали за тот коллективный договор который лежит у меня как раз на столе и сейчас мы его рассмотрим это документ в 25 страниц и всех пронумеровал и сейчас мы это все почитаем читать недолго потому что читать здесь нечего для сравнения я принес коллективный договор первого контейнерного терминала вот он так вот выглядит вот такой экземпляр есть у каждого докера то есть грузчика то есть грузчики по-русски но докера они там высококвалифицированные грузчики представляете все вот эти краны требуют конечно высокой квалификации но не принципиально то есть вот грузчики смогли создать вот такой вот коллективный договор это вот том аж на 220 страницах 220 страниц что здесь только не прописано все до грамма как говорится и вот такой коллективный договорчик в 25 страниц которые смогли нарисовать в городской больнице номер 40 когда каждый второй сотрудник ну может быть каждый третий с высшим каким-нибудь образованием будь то медицинским или не медицинским но вот они смогли себя выдавить вот эти 25 страниц которые мы с вами сейчас и почитаем у меня есть только 25 страниц которые удалось тайным способом отфотографировать других вариантов нет потому что коллективный договор должен быть располагаться на сайте больницы но мы искали искали нигде ничего не нашли что угодно есть кроме коллективного договора но давайте перейдем коллективному договору с санкт-петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения городская больница номер 40 курортного района на 2016 2019 года который подписан главным врачом щербаком и вечным председателем правкома бородулиной вот это наша татьяна евгеньевна подписала этот документ вы спросите это причем здесь 16 19 года я вам расскажу что вот у меня есть еще бумажка который говорится что 27 августа 19 года в соответствии с частью 2 статьи 43 статьей 44 трудового кодуса российской федерации коллективный договор был продлен после общего собрания коллектива мы опросили коллектив 40 больницы никто не помнит никакого собрания на котором все это переподписывалось возможно помнят другие люди мы к ним еще вернемся но они с нами естественно не разговаривают итак в двух словах что же такое коллективный договор а коллективный договор это конституцию вашего предприятия вашего заведения вашего завода вашей фабрики в данном случае городской больницы номер 40 по которой вы должны жить внутри коллектива об этом и говорят первые пункты этого коллективного договора не постеснялись же здесь написать настоящий коллективный договор в дальнейшем договор разработан заключен между работодательным работниками является правовым актом регулирующим социально-трудовые отношения санкт-петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения городская больница курортного района то есть мы видим что в пункте 11 и 13 конкретно поясняется что это ваша конституции ваша конституция которую вы не знаете не имеете на руках вы как-то там работаете все это регулируется вот этим вот документом о котором вы ничего не знаете который не висит опять же повторюсь на сайте у вас нету вот такой как у каждого грузчика вот такой бумаги когда вы открыли посмотрели сколько вам должны платить или не должны сколько вы должны работать и тому подобное это у вас нету а он регулирует а так общение что составлял вот этот коллективный договор какая-то стажерка с первого курса техникума юридического но мы с вами дальше будем читать и вы увидите что это просто бред сивой кобыла не конституция городской больницы номер 40 составлена в интересах естественно работодатели я подтвержу это свои слова дальнейшем изучением документа и так пункт 14 работодатель признает профсоюзный комитет полноправным большое спасибо представителям работников спб гбуз городская больница номер 40 уполномочен конференции трудового коллектива представлять их интересы в области социально-трудовых отношений и решение конференции трудового коллектива спб гбуз городская поликлиника номер 40 от и видите тут такой пробел и неважно от чего потому что городская прокуратура посмотрите пожалуйста повнимательнее скорее всего тут вообще была просто фикция заключение этого коллективного договора потому что даже в самом коллективном договоре не стоит от какого числа не это все делали ну так на отвяжись чтобы было но понимаете что с помощью коллективного договора то можно всякие дела провернуть и сослаться но понимаете мы как бы договорились это прописано в коллективном договоре к потому что коллективный договор может улучшать положение работников по сравнению с трудовым кодексом российской федерации но там же можно улучшать всех а можно улучшать положение определенных лиц трудового коллектива понимаете и И здесь вот и мое мнение, которое подтверждается пунктом 1.4, что это все было сделано фиктивно. Наверняка коллектив ничего об этом, подписание коллективного договора не знал, либо какая-то избранная часть знала об этой избранной части, мы поговорим позже. И, соответственно, даже забыли поставить, когда же это все было подписано и составлено. То есть, идите сюда, Татьяна Евгеньевна Бородулина, как вы там провели нормально, там пикничок, на рыбалочку съездили, вы там сами-то ничего не поймали, вам нельзя ловить, Татьяна Евгеньевна, давайте вот выпейте холодной водички, вот здесь вот подпишите все, и давайте дальше на экскурсии, экскурсии давайте, вот этим всем занимайтесь, для этого и нужен профсоюз. Ну, а для чего нужен еще профсоюз, товарищи? Вот только вот для этого рыбалочки в курортном районе, просто такое место, только на рыбалочку ездить, и что там еще, экскурсии, хоп, ну и что там на экскурсиях и на рыбалочке, понятно. Вот для этого и нужен профсоюз городской больницы номер 40, ну и чтобы задвигать вот такие документы, и вовремя их подписывать. Подсунули, подписали, все отлично. Очень мне понравился пункт 1.5. Действие настоящего договора распространяется на всех работников городской больницы номер 40. Для работников заключивший трудовой договор в случае противоречий трудового договора и коллективного договора, предпочтение отдаются положениям трудового договора, которые в свою очередь не могут ухудшить положение работника по сравнению с коллективным договором. Сейчас объясню, что здесь мне понравилось. Значит, смотрите, есть трудовой кодекс Российской Федерации. ПАП, в принципе, коллективный договор может улучшать положение трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, которые используются в том или ином учреждении. То есть, понимаете, да, коллективный договор улучшает. Но есть какая-то группа работников, которые улучшены положение даже по сравнению с коллективным договором. И в коллективном договоре эти работники не прописаны. То есть, получается, есть какая-то кастов в коллективе городской больницы номер 40, у которых просто все в шоколаде. И это вот все регулируется и устаканивается в коллективном договоре. Вот такая вот вещь. Пункт 1.6. Настоящий договор разработан и заключен равноправными сторонами добровольно. На основе соблюдения норм законодательства. Под наблюдением, видимо, той касты, о которой сказано в пункте 1.5. И эта каста заключила этот коллективный договор в таком порядке, что об этом коллективном договоре мало кто знает. А главное, что он нигде не вывешен. И найти его на территории городской больницы номер 40 очень проблематично. Вот у меня вариант просто сфотографирован из-под полы. Итак, мы с вами рассмотрели первую страницу. На первой странице сказано, что, оказывается, этот коллективный договор заключен между равноправными сторонами. Главным врачом и Татьяной Евгеньевой главой профсоюза. Также мы узнали буквально с первой страницы, что есть каста вне коллективного договора. Если там что-то в коллективном договоре улучшит их положение, то, соответственно, надо будет срочно менять что-то в трудовом договоре. Не дай бог, эта каста рухнет. Соответственно, мы переходим буквально к следующей странице. Она там по номеру 3. Ну, понятно, есть еще заглавие первое. Вот это, по большому счету, текста вторая страница. И вот дальше коллективный договор представляет собой просто переписанные нормативные акты. В основном это Трудовой кодекс Российской Федерации. Ничего от себя нету. Ничего локального по городской больнице номер 40 нет. То есть, возможно, это стажерка, которая писала этот коллективный договор, просто переписывала Трудовой кодекс и иные нормативные акты, которые есть в нашей стране. Либо она взяла это откуда-то и переписала, просто поменяв наименование городская больница номер 40. То есть, если вы будете читать дальше, тут ничего такого нет нового и касающегося именно городской больницы номер 40. Но обращает на себя внимание, допустим, вот 1.15. То есть, мы до этого как-то нумеровали. То есть, для нас это было важно пронумеровать каждый абзац. Видите, 1.11, 1.12, 1.13, а дальше идет 1.15. И дальше куча абзацев, которые как бы, ну, не важны для этой стажерки, которая писала это. Но они не важны. А на самом деле здесь очень-очень много всего нужного. И опять же, все это не закончено. То есть, смотрите, 1.15 это конкретно, как же мы будем урегулировать эти трудовые конфликты. И вот переписывается трудовой кодекс Российской Федерации о регулировании трудовых конфликтов. Ну, и все это перечисляется конкретно, что должно быть. Вот видите, они тут говорят о примирительной комиссии, о соглашении сторон с участием посредников. То есть, о посредниках говорится. Говорится о создании трудового арбитража. То есть, все подводится к забастовке. То есть, вот этот весь порядок, я вам рассказываю, просто мало кто знает. Вот этот порядок, который здесь перечислен и сейчас виден у вас на экранах. Это все подводится к вашему конституционному праву организации забастовки. И когда вам говорят, что медики не имеют права бастовать, бастовать имеют право все. Но с некоторыми ограничениями. Да, у медицинских работников их больше, чем у других. Но бастовать можно. Вот так в коллективном договоре именно городской больнице номер 40 завели вот эту вот шарманку о разрешении трудовых конфликтов. Но остановились до забастовки. А забастовка является единственным эффективным инструментом для решения трудовых конфликтов. Итак, переходим ко второму разделу. Второй раздел, опять же, переписан из Трудового кодоса Российской Федерации. И вот смотрите, в пункте 2.3 конкретно указано, что оказывается, вот этот коллективный договор можно изменять в любое время. Для этого надо просто выйти с предложениями об изменении. Кто же может это делать? Естественно, Татьяна Евгеньевна Бородулина от лица коллектива может предоставлять вот эти изменения для согласования. Все это прописано. Если вы уклоняетесь от изменения, то есть вот этот липовый коллективный договор, ребята, можно конкретно изменить. Его нужно изменять. И для этого есть профсоюзная организация. Хотя бы та, которая понимает это профсоюз действия. У вас есть первичная профсоюзная организация. А вступить в профсоюзную организацию легко. Вот это заявление, которое вы видите на экране. Его надо распечатать, подписать и отправить на почтовый ящик конкретно Баранову Владимиру Михайловичу. И все, вы в профсоюзе и боретесь за свои права. И так оказывается, вот этот коллективный договор можно изменить. Здесь коллективный договор, именно прогрессивный, есть именно у первичной профсоюзной организации профсоюза действия. Но он не дописан, потому что там в основном учтены пожелания сотрудников скорой помощи. Ну, части сотрудников, как выяснилось. О них мы сообщим в следующем ролике. Именно об этих изменениях, которые хотят видеть сотрудники, некоторые сотрудники скорой помощи. Но, я думаю, большинство присоединится к этим пожеланиям. И если у вас есть какие-то пожелания по изменению коллективного договора относительно ваших отделений, вы также можете присылать конкретно вот на этот почтовый адрес, на электронную почту, предложение по изменению коллективного договора. Давайте писать его вместе и коллективам выступать за изменения. То есть, чтобы пройти эту процедуру, нам надо 50% плюс 1 голос. А дальше мы переходим к третьему разделу. Третий раздел – это просто постановление правительства о начислении зарплаты в бюджетных организациях. Здесь все переписано. Ничего для себя нового я не нашел. Это можно посмотреть методичку по начислению зарплаты в сфере здравоохранения и образования. Все там достаточно понятно. И все эти оклады, и таблицы, и тарифы, и для медицинских, и немедицинских работников. Еще раз повторюсь, там вот здесь вот конкретно ничего нового. То есть, мы вот так вот смело переворачиваем шестую страницу, седьмую страницу. Ну, раз указали, ладно, хоть будем знать, что вы ориентируетесь. И конкретно, кто составлял документ, хоть читал это постановление правительства непосредственно там от 2014 года. А все же это меняется, понимаете. То есть, идут года. Соответственно, что-то поменялось. Но мы живем по тому. Мы же это все продлили. То есть, мы живем по постановлению правительства. Там номер 16, сколько это там? Там 14-го года. То есть, седьмую страницу тоже мы с... Видите, тут размер базовой единицы принимается для расчета должностных окладов и тарифных ставок. Устанавливается законом Санкт-Петербурга. Ну, то есть, я говорю, это как раз тот документ. И дальше мы доходим до восьмой страницы. Такое впечатление, что вот администрация влезла конкретно только на восьмую страницу. Сказала так, нам только восьмую страницу, остальное играйте там свою демократию. Нам вообще все равно, что будет написано в этом коллективном договоре. Давайте изучим конкретно восьмую страницу. Итак, пункт 3.20. Оплата труда за счет доходов от осуществления разрешенных видов деятельности. То есть, есть еще, видимо, неразрешенные виды деятельности, приносящие доход. Определена в положении об оплате труда и примировании работников Санкт-Петербургского бюджетного государственного учреждения здравоохранения городская больница номер 40 курортного района приложения. Причем, видите, приложение не номер один. То есть, оно какое-то одно есть, такое хитрое приложение. И, если честно, то, соответственно, в этом варианте коллективного договора, который у меня находится на столе, вот это положение не было перефотографировано, потому что его там просто не было в этом варианте. То есть, это какое-то отдельное положение для отдельных людей, тайное. Но в коллективном договоре это прописано. Соответственно, если возник вопрос, а почему вот этим людям, вот за счет вот этих небюджетных ассигнований и заработка платите именно столько, по 300, по 500 тысяч, они говорят, да это же все урегулировано коллективным договором. Коллектив согласен. Мы платим. Следующий пункт 3.21 уточняет предыдущий. Он еще забористее. Для некоторых категорий работников, опять же, не сказано, каких конкретно, за счет средств от осуществления разрешенных видов деятельности, приносящих доход городской больницы номер 40, как устанавливаются дополнительные по сравнению с законодательством трудовые и социально-бытовые льготы особые условия оплаты труда. То есть, у нас есть оплата труда за счет доходов каким-то таким некоторым категориям. И опять же, на приложение ни на какое нет ссылки. Просто там какие-то категории. Если спросят, а почему у вас эти категории получают по 500 тысяч? Ну, подождите. В коллективном договоре все написано. Вот конкретно пункт 3.21. Вот это и есть категории. Все. У прокуратуры вопросов нет. А главное, у коллектива вопросов нет, понимаете? Коллектив подписал это какого-то там числа, неизвестно какого, вот эти все положения. И вуз не дует, сидит на одном бюджете. Остальное все как бы пилится, по моему мнению, без коллектива. Для определенной касты некоторой категории. О чем сказано в коллективном, и это не я придумаю, это написано в коллективном договоре. Вот 3.22 уточняют. Особые условия оплаты труда за счет средств от осуществления разрешенной предпринимательской, кажется, вот какая деятельность-то предпринимательская деятельность-то. До этого просто была деятельность, вид какой-то деятельности разрешенной. А тут разрешенной предпринимательской деятельности из внебюджетных. То есть, есть бюджетные, понимаете, и внебюджетные. Но опять же не написано, что это за внебюджетные источники. Так в скобочках, ну как бы обобщим. Вот это вот все мы обобщим внебюджетные. Оговариваются в трудовом договоре работника. То есть, оговариваются, оказывается, не в коллективном договоре. То есть, вот вы все зарабатываете деньги, вы в этих внебюджетных источниках работают конкретно коллектив. Но решается это только трудовым договором с определенными лицами, уездная предыдущие пункты коллективного договора. То есть, есть какая-то каста, с ними заключены отдельные трудовые договоры. И эти трудовые договоры оплачиваются, соответственно, из других источников. 3.23. Работодатель обязуется обеспечивать нормальные условия работы для выполнения установленных норм труда, систематически производить специальную оценку условий труда. Смотрите, какой классный пункт 3.23. Оказывается, в Сестрорецкой больнице существуют нормы труда. Но опять же, вот есть коллективный договор. Там должны быть прописаны конкретно по категориям работников. Какие нормы труда, что имеется в виду. Но есть какие-то нормы труда, о которых никто не знает. И вот они все это контролируют. И систематически, оказывается, производят специальную оценку условий труда. Вот конкретно пункт первичной профсоюзной организации, профсоюзной действия, это все-таки провести внеочередную оценку, специальную эту оценку условий труда. Потому что непосредственно 80% персонала городской больницы номер 40 переболела острой коронавирусной инфекцией. И у каждого на руках есть конкретное заключение комиссии, что заразились они на рабочем месте. А это называется острое профессиональное заболевание. И по этому острому профессиональному заболеванию, конкретно на рабочем месте, должна пройти специальная оценка условий труда внеочередная. И повысить, соответственно, по биологическому фактору, вредность до 3.3. Это касается в том числе и водителей скорой, неотложной помощи, которые есть в курортном районе. Им тоже должны повысить непосредственно вредность до 3.3. От этого зависит многое. Это и отпуск. А у водителей сейчас почему-то он там до минимума снизился. Это и доплаты различные. Где эта специальная оценка условий труда? Вот в коллективном договоре обязуется работодатель вместе с профсоюзом это все проводить. Ну и где? И пункт 3.24 тоже интересный. Смотрите, середина. Список работников, оклады которых повышаются в связи с наличием в их работе вредных или опасных факторов, утверждается главным врачом городской больницы номер 40 по согласованию с профсоюзным комитетом. Минимальный размер повышения в указанном случае составляет не менее установлено статьей 147 Трудового кодоса Российской Федерации. То есть разговор идет о минимальном, это 4%, но вот я не знаю, я сразу разглядывал ваш квиточек на вредных производствах, что-то я этого с 4% не увидел. Может быть есть, но покажите, товарищи, предоставьте мне вот эти 4%. Но опять же есть какой-то список, в котором минимум 4%. А можно же для определенной касты поставить и 50%. Это все как бы вот здесь в коллективном договоре. Если спросить, а почему вот этого товарища 24% за вредность? Я ему говорю, ну что, это все же в коллективном, а вот он, вот он этот список. Опа, она из какого-то кармашка, а вот и список. Но здесь его нету, то есть там, где перефотографировали, никаких приложений. То есть, видите, приложений есть, номера нету. То есть, если нет номера, соответственно, там одно какое-то приложение, на котором все-все-все-все. То есть, еще что ли один коллективный договор? Или коллективный договор для касты, который как-то связан именно с этим коллективным договором? Получается, что так. На этом вмешательство непосредственно руководства администрации в коллективный договор заканчивается. Как говорится, все, денежные вопросы обсудили, все на себя завязали. Дальше играйте в свою демократию. И дальше опять пишет та же самая стажерка, которая как бы переносит пункты, не понимая вообще, что пишет. Ограничение оплаты труда в неденежной форме не более 20% от начисленной месячной заработной платы. Вот о чем этот пункт? О чем? Как еще можно заплатить зарплату в лечебном учреждении? Какой-то местами, чем? Чем носки не производят, водку не производят? Чем? Или отходами из столовой? Что это вообще за пункт? Кто писал это вообще, понимал, что он здесь конкретно пишет? Коллективный договор для городской больницы номер 40. Или этот весь коллективный договор только ради вот этой вот восьмой страницы, которую мы только что рассмотрели, перевернули. И здесь 20% неденежной формы. Я расплачусь с вами койко-местами. Хотя нет, вот здесь 3.26. Здесь опять администрация влезла. Работникам СПБ ГБУС номер 40 могут устанавливаться надбавки за применение в работе передовых методов труда, высокие достижения в работе, выполнение особо важных и сложных работ, а также напряженность в труде в пределах выделенных бюджетных ассигнований. То есть чувствуете, как обрезали, то есть, ну там бюджет что выделил, мы оттуда вам что-нибудь заплатим. А вот это вот внебюджетное, о чем говорили, разрешенное опять же, есть что там, неразрешенное, это вообще как бы в сторону. А вот то, что разрешенное, не, не, сюда не лезьте. Трудитесь, не трудитесь, не, нет, это деньги не ваши. Здесь вот, если спросят, а где вот эти деньги? Ну, извините, мы же договорились вот в коллективном договоре, что не лезьте вы на эти деньги. Размеры надбавок и доплат установлются приказом работодателя на основании представления руководителя структурного подразделения в зависимости от личного вклада и качества выполняемых работ каждого работника. Вот здесь тоже очень классный момент. То есть, вот вы все трудите, израбатываете деньги, но решает только руководитель. Руководитель только решает. Вот нравится вы руководителю, будет вам надбавочка. Не нравится, не будет. А где же эффективный контракт? Где же эффективный контракт, который вы подписывали? Ну, должны, во всяком случае, были подписать. Их эффективный контракт подписывался во всех учреждениях Санкт-Петербурга. На это выделяются отдельные деньги. Там создаются комиссии первого, второго уровня. И на этих комиссиях решается. И там присутствуют не только руководители, но и члены профсоюза, члены коллектива, если нет профсоюза. Или просто члены коллектива, которые в этих комиссиях все-таки решают, кому положено, кому не положено. То есть, это все решается коллегиально. Но здесь, в коллективном договоре, вы себя сразу ограничили. Это нам не нужно ничего этого. Мы сами отдаем себя на милость руководителю. Ну, непосредственно на скорой помощи все отдано Бедерману. Вот Бедерман будет решать за каждого, и коллектив это ясно устраивает, о чем они написали в своем недавнешнем письме. Ну, чтобы изменить ситуацию и все-таки о себе любимых подумать, потому что у Бедермана свои интересы. А у коллектива, как бы они ни были дружны с администрацией, все-таки свои интересы. И учитывая эти интересы, все-таки надо вступить в профсоюз действий. Тем более, первичная профсоюзная организация есть у вас на территории. Для этого надо вот это заявление написать и отправить на мыло Баранову Владимиру Михайловичу. Вот вы уже в профсоюзе. И конкретно в том профсоюзе, который знает, что такое коллективные договоры, как увеличить с помощью коллективного договора себе зарплату в два раза. Если это интересно, я расскажу это в следующем ролике. Как с помощью этих бюджетных и внебюджетных ассигнований, о которых так туманно говорится в данном коллективном договоре, без всякой конкретики увеличить себе зарплату. Следующий пункт 3.27. Смотрите, середины доплаты за увеличение объема выполняемой работы и совмещение, замещение по другой должности производить в рублях. А в чем еще производить? Если не в рублях, я не понимаю. В койко днях, что ли, опять отходов с кухни. В чем производить? Дальше еще интересней. Размеры доплат за совмещение профессий, должностей или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон трудового договора пропорционально объему. Где эта пропорция? Где этот объем? Объему чего, опять же? Объему мышц сотрудников? Или чего? Объему блата в администрации? Или объема, не знаю, выпитого на корпоративе? Что там еще объем? Объема груди и талии. Что за объем? Где конкретные пропорции? Где цифры? Так. Ну, для определенной касты все прописано, все решается. И некоторым это очень даже нравится. Страница 10. То же самое. Видите, работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, производимая по совместительству оплачивается в зависимости от проработанного времени. Опять же, где формула? Сколько? Конкретно. Конкретно. Вот у меня есть коллективный договор докеров. То есть, какую страницу не открыть? Здесь везде все, что касается оплаты, соответственно, все прописано. Вот, например, конкретно единица. При выполнении работ в зимнее время, пункт 3.5.11, на открытом воздухе и в неотапливаемом помещении применять следующие повышающие коэффициенты к нормам времени. В декабре 1.06, в январе 1.08, в феврале 1.08, в марте 1.08, производить доплаты докером-механизатором за класс квалификации. Первый класс 25%, второй класс 20%, за третий класс 15% и так далее. Здесь оговорены все проценты. То есть, не то, что согласно чему-то там трудовому договору. Конкретное положение должно быть, конкретные цифры. Страница 11. Переписан трудовой кодекс Российской Федерации. Но, скажу одно, иногда вкрапливаются какие-то пункты, которые прописали вот эти вот, либо это исправкома, либо, опять же, это стажерка юридического техникума. Потому что, когда читаешь, вообще не понимаешь, что написано. 3.37, вторая часть. Виды и объемы и условия предоставления работников пособий и компенсации в указанных случаях определяется действующим законодательством РФ. Опять же, не написано, сколько конкретно. Возможно, если бы вы рассмотрели, то бы добавили туда денежек из своих разрешенных видов деятельности и неразрешенных видов деятельности. Опять дальше, трудовой кодекс, 12-я страница, трудовой кодекс. Опять в порядке и размерах, опять же, только при использовании бюджетных средств, то есть в небюджетные все мы пропускаем. 13-я чисто, трудовой кодекс. Страница 14 возникает в коллективном договоре, трудовой договор. Трудовой договор возникает, вот видите. Дальше идут разъяснения, опять же, из нормативных документов, что такое трудовой договор. Просто переписано это все, что должно входить в трудовой договор. зачем это нужно рабочее время и время отдыха вы знаете что тут прописано представляете работодатель должен ежегодно предоставлять работнику оплачиваемый отпуск вот это не виды но опять же трудовой кодекс российской федерации 21 опять трудогода с российской федерации но опять же смотрите дополнительный отпуск и вредные условия труда предоставляются по результатам специальной оценки условий труда и ежегодный дополнительный отпуск но опять же не сказано нету таблицы конкретно какая у какой категории работников установлен какой класс вредности и соответственно какие льготы мы помним что есть какая-то каста для которой все это прописано в трудовом договоре а вот для либо в каком-то отдельном приложении без номера но конкретно для всех остальных просто идет намек что вам положено но опять же наверно по минималке там семь дней положено за вредность но вот семь дней получите они так как раньше мы не советском союзе живем и даже не в здравоохранении пятнадцатого года 14 дней отпуска да фиг вам они 14 дней отпуска как говорят сейчас работа руководителя разрешите трудовой конфликт мы можем только с помощью арбитражного суда о котором вообще никто ничего не знает что это такое и кто в нем состоит но нет забастовки нельзя можно просто сократить в одностороннем порядке сказать так должно быть и главное все в коллективном договоре же написано написано же в коллективном договоре вы сами на это все согласны да ну вот видите минимальная продолжительность ежегодного составляет 7 календарных дней а максимально не написано и сколько 7 почему 7 если минимальная давайте 21 я за 21 кто за поднимать руки я за большинство приняли так 22 трудовой кодекс российской федерации и здесь смотрите охрана труда наконец мы дошли до 6 раздела охрана труда и работодатель обязывается смотрите финансирование выполнения мероприятий по охране труда в спб гбуз городская больница номер 45 сколько ты обязуешься где эта таблица сколько ты обезуешь потому что охрана труда это и спец одежда и молоко тут я читал там по молоку то есть он компенсацию за молоко не надо никакой компенсации за молоко молоко давайте никогда не соглашайтесь на эту компенсацию сегодня вы оговорите сумму в 60 рублей то есть за литр молока зато это молоко будет за по 80 пока вы договоритесь о 80 вы много молока уже не выпить и много времени утечет и вы как бы только будете терять нет конкретно конкретная вредность конкретное количество молока выдавайте в пакетах будем пить молоко всегда нужно всем нужно но и опять же где эти таблицы что в этом году в следующем году мы выделяем специальную форму на спец одежду без которой нельзя существовать такие такие то деньги сроки конкретные где это все все это входит в тарифы понимаете все это входит вот именно в тарифы по которым вы работаете конкретная вид деятельности там все прописано включая как раз и охрану труда что на спец форму там на различные инструментарии выделяются деньги где это все здесь нету ничего 23 страница переписанную трудовой кодекс вот смотрите классный пункт 63 наконец-то мы давайте его прочитаем вместе отказ работник от выполнения работ связи с непосредственной опасностью для жизни и здоровья следствие нарушения требований охраны труда не предусмотренных трудовым договором не может служить основанием для применения к нему взыскания в том числе увольнения с работы о чем это говорит пункт нету спецодежды не выдали вам конкретно это что это угроза вашему здоровью то есть на допустим работник скорой помощи который вышел форме застиранный который не работает светоотражающие элементы на дорогу оказывает там помощь кому-то и в это время его сбила машиной никому ничего не надо понимаете а все из-за того что как бы форма застирана давно не менялась я не знаю как именно в больнице гб номер 40 ну вот на моем рабочем месте форму не выдавали уже зимнюю лет пять семь шесть я не знаю там последний раз в пятнадцатом году по моему выдавали мне зимнюю форму одежда на вся застиранная развалилась уже все соответственно нет спецформы извините вот у нас даже пункт есть мы не выходим на работу мы даже не то что не выходим на работу мы приостанавливаем точнее надо сказать мы приостанавливаем работу до исправления данных моментов у нас все это прописано в коллективном договоре и это не забастовка бастовать скоро нельзя а пристановить работу можно почему потому что опасность понимаешь никуда от этого не деться 24 страница 7 раздел социальные вопросы медицинское обслуживание работников ничего не вижу чтобы улучшала по сравнению с действующим законодательством вот ничего здесь не вижу что осуществлять неочередную госпитализацию работников по медицинским показаниям на отделение стационара да здесь и без коллективного договора договорятся если надо есть там работал найдешь с кем договориться осуществлять перевозки с целью доставки работников с места работы для ближайшей станции метро ну не знаю считается это у вас а вот смотрите предоставлять работающим работникам и работникам увольна связи с уходом на пенсию в по возрасту имеющие стаж и учреждение не менее 15 лет дальше внимание скидки в размере 10 процентов от стоимости платной медицинской услуги по действующему прескуранту то есть вот мы нашли наконец-то вне бюджетные средства оказывается оказывается платные услуги и здесь можно получить 10 процентную скидку много ли это мало да это не что в основные деньги идут как раз на эти палаты не предоставьте вы работе который больше 15 лет особенно ветерану там труда предоставьте бесплатно вообще эту палату люкс пусть полежит в том учреждении которым он потерял это здоровье отдал свои лучшие годы жизни отработал на две ставки там на полторы поэтому лежит сейчас на этой койкин который всего лишь 10 процентов они тут разрешили крохоборы и так раздел номер восемь обязанности работодателя по созданию условий для осуществления деятельности выбранного органа первичной организации профсоюза так как не написано здесь конкретно какого профсоюза это распространяется на все профсоюзы которые есть на территории напоминаю что на территории городской больницы номер 40 появился профсоюз действия и так как сейчас соответственно татьяне евгений очень тяжело открыть дверь а здесь написано даже где в кабинете номер четыре терапевтического корпуса на четвертом этаже то соответственно ключик надо передать владимир михайловичу баранову именно лидеру профсоюза первичной профсоюзной организации профсоюза действия который знает для чего нужен профсоюз и как с помощью профсоюза отстаивать родовые права всех работников городской больницы номер 40 посмотрите вот здесь есть такой даже пункт увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2 3 5 статьи 81 трудового кодекса председателя его заместителя профсоюзного комитета его структурных подразделений не ниже профсоюзного бюро не освобожденных от основной работы допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответственно вышестоящего выборного профсоюзного органа статья 374 трудового кодекса то есть по этой статье наших лидеров а на данный момент в ячейке они есть соответственно выбор на эти должности включая председателя вот этих людей которые сейчас находятся в первичной профсоюзной организации их невозможно выгнать с работы в связи с коллективным договором это очень приятно надеюсь щербак сергей григорьевич об этом помнит и те деятели которые там из прокуратуры достают наших членов уже отстанут от них потому что им уже пришли все документы какие только можно смотрите изучаете заодно может почитаете закон номер федеральный закон номер 10 о профсоюзах а также трудовой кодекс российской федерации видите тут а вот вашем коллективном договоре это все написано что баранова ты не уволить ну и кто же там в этом профсоюзе мы как бы рассмотрели уже эти 25 страниц приложение без номера не предоставлено ясно что это тайна которая прячется в отдельном сейфе и не для смертных для простых и кто же эти лидеры профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации городская больница номер 40 ну и ваше внимание представляется тот список людей которые осуществляют контроль за выполнением коллективного договора которым увидели просто весь составлен в пользу работодателя это бородулина татьяна евгеньевна многолетний председатель правкома но и здесь такие есть лица которые осуществляют контроль внутри именно правкома не дай бог этот профсоюз рыпнется куда-то в сторону и так это старшая медсестра отделения профилактики также это старшая медсестра отделения организации медицинской помощи несовершеннолетних в учреждениях а также такие незаметный экономист группы нормирования труда и бухгалтер бухгалтерии вот такой вот славный коллектив подписал непосредственно вот этот коллективный в кавычках договор который составлен исключительно в интересах работодателя но даже в этом документе написано что коллективный договор можно изменить и переписать что менять и как переписывать знают только активисты профсоюза действия чтобы вступить наш профсоюз и наконец-то бороться за свои права за свои интересы надо подать вот это заявление подписать его отправить на мыло которое предоставлено на экране и вот вы уже боретесь за свои права ну и будьте здоровы а пока пока